Увидеть Израиль, не покидая республику, можно в эти дни в Чувашском государственном художественном музее. Там открылась выставка художников-выходцев из России, которые сейчас живут и работают на Ближнем Востоке. Показать чебоксарцам израильские пейзажи придумали две художницы, для которых столица Чувашия и далекие края на берегу Игейского моря одинаково дороги. Так появилась выставка «Земля обетованная Израиль». Марина Андреева родилась и выросла в Чувашии, а потом уехала вслед за мужем, тоже художником. Мы хотели ознакомить наших сограждан со страной Израиль. У нас теплые, приветливые люди, такой же климат, очень теплый, даже жаркий, можно сказать. У нас по полгода не бывает дождя, у нас просто палит солнце. И картины в основном все такие же солнечные, как и страна Израиль. Под жаркое солнце уехал когда-то еще один выпускник Чебоксарского художественного училища – Вадим Макаров. Вдали от родины пришлось заново искать средства для существования. Живопись он забросил. Но как только дела пошли в гору, Вадим снова сел за холст. В первое время я не занимался живописью вообще никак. Но мое состояние души меня тянуло. Я начал покупать материалы, краски, холсты. Начал потихоньку рисовать. В последнее время я занимаюсь только живописью. Все 33 картины экспозиции останутся в фондах нашего художественного музея. Это подарок к предстоящему юбилею. Следующей осенью музей 80 – это наш первый подарок. Вернее, нам первый подарок. Посмотреть на пейзажи солнечной страны можно будет до 23 сентября, когда в Чувашии, возможно, уже будет пасмурно. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.